Наконец, жильцам многоквартирных домов не придется отдавать своей кровной за недобросовестного соседа, который не оплачивает коммуналку. Новый законопроект должен помочь избавиться от перекладывания долгов за ЖКХ. Сейчас ситуация такова. В соответствии с нормами жилищного кодекса, который принят в 2004 году, граждане, у которых заключен договор с ТСЖ и управляющей компанией, должны платить за коммунальные услуги не напрямую, а через посредников. Это ТСЖ и управляющая компания. Таким образом у нас и складываются коллективные счета. То есть, если один собственник из многоквартирного дома недобросовестный не платит за коммунальные услуги, то ТСЖ либо управляющая компания в данном случае платит денежные средства из общего коллективного счета. Сейчас же рассматривается проект, который поможет этого избежать. В Госдуму уже внесен законопроект, который предлагается дополнить 157 статьей ЖКХ пунктом 9, по которому перераспределение задолженности за коммунальные услуги на общедомовые нужды между собственниками жилых помещений не допускается. Уже есть такая практика. Теперь в настоящее время и в последующем собственники жилья могут создать общее собрание и на общем собрании уже вынести решение о том, чтобы платить коммунальные платежи не в ТСЖ либо управляющую компанию, а напрямую коммунальным службам, которые оказывают коммунальные платежи. В таком случае коллективного счета нет и, соответственно, каждый отдельно несет ответственность за свою собственность и, соответственно, за коммунальные услуги, которые он потребляет. Вообще, что касается коммунальных платежей, то не стоит забывать о том, что в ряде ситуаций потребитель коммунального обслуживания вправе направлять заявление в управляющую организацию об изменении суммы в платежах. Так, если на улице потеплело, можно сделать перерасчет за отопление. Правила предоставления коммунальных услуг дают вам право делать перерасчет, поскольку сами правила содержат приложение номер 2, в котором содержатся формулы. По этим формулам вы можете произвести расчет, сколько стоит отопление вашей квартиры. Туда вносятся показатели – это общая площадь отапливаемых помещений вашего дома, стоимость гигакалории и берется за основу стоимость теплоносителя за последний месяц. Пример у меня был досудебный, когда девушка взяла и посчитала, сколько она переплатила за 3 года, оплачивая отопление своей квартиры площадью 54,5 квадратных метра. Сумма вышла 28 500 рублей. Девушки деньги выплатили. Такой перерасчет можете сделать и вы. Напомню, что в 2020 году перерасчет за отопление регулируется постановлением правительства номер 354. Формулой способа начисления средств можно посмотреть в этом нормативном документе. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».